С 1 января в Беларуси увеличится минимальная зарплата. Её размер зависит от уровня инфляции в стране. В начале 2024 оплата труда вырастет на 72 рубля и достигнет 626. Меньше этой суммы организации и предприятия не вправе платить сотрудникам, исключение работа по договору подряда. БелЖД вводит новый график движения поездов с 10 декабря. Он сформирован на основании отслеживания спроса и анализа потоков пассажиров. На 2024 предусмотрено курсирование 762 составов. Минск, областные центры и большие города свяжут более 60 электричек межрегиональных и региональных линий бизнес-класса. Отечественный фармпроизводитель готовит более 30 новых лекарств. Бизнес-модель импортозамещающая. Речь о препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона, деменции, для предупреждения тромбозов и прочее. Более того, предприятие работает над выпуском вакцины от рака лёгких. В Беларуси изготовят более 2 миллионов кондитерских новогодних подарков. В ритейле уже представлено около 70 наименований сладких презентов, расфасованных в баул и мягкую упаковку, тубы, мягкие игрушки. Вес от 300 грамм до 3 килограмм, а стоимость варьируется от 8 до 80 рублей в зависимости от размера. 5 декабря – Международный день добровольцев. В Беларуси волонтёрство всегда в почёте. Одно из самых масштабных движений «Доброе сердце» объединяет почти 34 тысяч неравнодушных по всей стране. Расширяются и направления работы. Безвозмездная помощь людям с инвалидностью, пожилым, многодетным семьям в тренде среди жителей синёгой.